Что у вас ассоциируется с волшебством? Много чего, правда? Например, звездочки. Привет! Поделюсь с вами описанием вязания звездочки крючком. Я свяжу звезду из остатков акриловой пряжи. Пихорка, детская, айсберг. Крючок номер два. Нам понадобится еще гобелиновая игла для соединения половины звезды. Наполнитель холофайбер для придания объема звездочке. И ножницы. Первый ряд. В волшебное колечко амигуруми провяжем 9 полустолбиков с накидом. Первую петельку просто вытянем. Сделаем ее подлиннее. Звездочка вяжется просто и быстро столбиками и полустолбиками. Провязали 9 полустолбиков с накидом в колечко амигуруми. Теперь в конце сделаем соединительный столбик. Соединять будем в крайнюю петельку. Чуть пониже, которая расположена. Аккуратно за переднюю стенку. И нашли заднюю стенку. Сделали соединительный столбик. И затянули колечко. Завершим первый ряд, провязав 1 полустолбик. Вот в следующую петельку провяжем полустолбик. Второй ряд. Наберем 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь будем провязывать цепочку из 4 воздушных петель, формируя луч звезды. Во вторую петельку от крючка провяжем столбик без накида. Первая. Вторая петелька от крючка. Столбик без накида. Следующую петельку провяжем полустолбик с накидом. Следующую петельку провяжем столбик с одним накидом. Теперь присоединим луч к основе звезды. Для этого пропустим одну петельку, а в следующую сделаем соединительный столбик. Из этой точки вывязываем второй луч. 1, 2, 3, 4. Снова провязываем цепочку из воздушных петель. Во вторую петельку столбик без накида, полустолбик с одним накидом и в следующую столбик с одним накидом. Присоединяем луч, провязывая полустолбик через одну петельку. Вяжется просто, главное запомнить последовательность. Если вы смотрели мой мастер-класс по вязанию солнышка, то наверняка техника провязывания второго ряда вам знакома. Точно так же вяжутся лучики солнышка. Завершаем провязывание второго ряда, присоединим последний луч звезды. Третий ряд. Провяжем три столбика без накида друг за другом. Второй. Третий. В следующую петельку на вершине луча провяжем столбик без накида. В эту же петельку провяжем полустолбик с одним накидом. И еще раз в эту же петельку провяжем столбик без накида. Спускаемся вниз по лучу звезды. Провязываем снова три столбика без накида друг за другом. Между лучами звезды есть одна петелька, в нее провязываем полустолбик. Снова поднимаемся вверх по лучу, провязывая три столбика без накида друг за другом. В петельку на верхушке провязываем снова три столбика в одну петельку. Один столбик без накида, полустолбик с накидом и столбик без накида. Спускаемся вниз, три столбика друг за другом. Полустолбик. И повторяем вязание по третьему лучу. Завершите ряд, повторив всю последовательность провязывания петель. Связали пятиконечную звезду, но это еще не все. Плоская звездочка красивая и годится для аппликации. Украшение одежды для куколки или вязаной игрушки. Я покажу, как связать объемную звездочку крючком. Понадобится две таких плоских детали. Вставьте нить в иглу. Сложите детали звездочки так, чтобы положение лучей совпало. Иглой за задние стенки сшиваем детали. Начинать можете с любой точки, которая вам нравится. Пока вяжете звездочку, она плоская и невзрачная. Но как только наполним ее холофайбером, плоское полотно превратится в пухленькую звездочку. Объемную игрушку размером около пяти сантиметров. Сшиваем за задние стенки. Передние стенки не трогаем. Они очертят контур звезды и будут красиво выделять форму. В петельки наверху можно сделать два стежка для формирования острого кончика. Напоминаю, что петельки должны быть параллельны друг к другу. Я пробовала разные соединительные швы при помощи крючка, но мне не понравился внешний вид соединения. И я решила просто соединить детальки при помощи иглы. Соединили четыре луча. Оставили отверстие в пятом луче. Теперь наполним пространство между половинками холофайбером. Плотность набивки определяйте сами. Я придерживаюсь средней плотности. Равномерно распределяйте наполнитель, чтобы лучи вязаной звезды получились одинакового размера и объема. Ну вот, наполнили. Теперь закончим сшивать половинки. Зажимайте отверстие пальчиками, помогайте, чтобы наполнитель не вылазил, не мешал сшивать. И не спешите обрезать ниточку. Из-за особенностей формирования лучей, когда мы пропускали по одной петельке, под лучами образовались отверстия. Их мы скроем вот при помощи оставшейся нити. Под лучом ровно три петельки. Первая, вторая, третья. Иглу выводим во второй петле средней петельки, захватывая столбик с накидом в центральной части и выводим иглу под следующим лучом во второй петельке. Затянули. Точно так же по центру захватили столбик с накидом и вывели иглу под следующим лучом звезды. То же самое делаем с обратной стороны. Закончили сшивать половинки. Теперь в конце нить надежно закрепим. Полюбуйтесь на свою чудесную вязаную звездочку. Может еще что-нибудь придумаем? Украсим звездочку снежным бисером. Получилась гирлянда из звездочек. А если пришьем булавку сзади, то красивая брошь на любимую сумку или пальто. А может нарядить вязаными звездочками новогоднюю елку? Напишите прямо сейчас в комментарии, какие у вас идеи применения вязаной звездочки. Мне интересно узнать, что придумаете вы. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал и первыми получайте уведомления о новых мастер-классах по вязанию крючком. Всем пока!